будут будут дальше рассказывать про игру этих двух команд ну чтож alliance против минески давайте посмотрим на то какие вообще у нас чудесные пики ожидают alliance хурион для адмирал бульдога и в принципе все начинается замечательно но и говорит все начинать стандартно для лайнда случайно стандартно для alliance но минески свою очередь как мы видим успели окунуться в новую мету из лордар на ферст пике у нас тут была недавно игра к стартара не было ни в бане не в пике его даже нас пик никто не взял думать что за фигня вообще на скамору я рызает натуре что это но так так же не бывает сейчас да и минески понимает видно одну простую вещь то что alliance это очень опытная команда которая может бегать хоть от них всю жизнь и поэтому чтобы от не от них не убегали то лучше всего попытаться пропушить мы видим агрессия довольно таки серьезная то есть имеется он даем зомбарем и довольно жесткие хиллеры тоже у нас имеется агрессия через queen of pain которая хорошо на ранней стадии своим ультимейтом дает ну из лордар чик на врыв принципе неплохо но с другой старух ты нифига вот и смотри что играет минески не опять играет хускара хороший пик принципе да очень здорово ему будет вообще находиться такой комбинации потому что для него есть почти все антайн сушит шикарно да если об датчик который зацепит и минус армор повесить он будет наяривать есть также дазл который вешает грейв и казалось бы хускара можно потом спокойно убить но зомби может моментально захилить и пик очень суровый минески на месте lines в этом не позавидуешь но и вот это да вот это поворот дроу рейнджер не от virtus pro да ладно и слушай это очень интересный пик это реально очень интересный пик то есть пушить вышки альянсы тоже могут спит пушить могут я не это умеет кстати делать причем умеет делать очень хорошо ну понятное дело что сегодня у них первых два матча против ехоу получились прям какими-то совсем плохими там них была дважды попытка сыграть стени ли спом оба раза ехоу мы развалили спасибо пацаны но мы против и очень легко выиграли эти два матча сейчас видно что что наверно минеска скажет спасибо приходит вова приходит рустам астер ребята мы уже комментируем вашу игру ха 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 наизка ничего мы вас тоже заберем одно мы вас тоже и одну заберем да да ну раз мы вместо вас эту карту 1 комментируем то там скоро каспера то заберут на первый стрим надо чтоб кто-то из вас помог на режиссерке а уже наверное мы первую карту мы с димоном покоментим она вторую и уже, собственно, нас заменят вписанные в расписание комментаторы, именно Майл и Адекват. Ладно, давайте смотреть, быстренько по героям пройдемся. Джулс играет на суппорт Дазли в легкой линии, а Рейджинг Потейто играет на Куин оф Пейнт, Джесси Вош на суппорт Анданги, Куку на Хускари. Сложный райор на Слардарио. И команда Alliance, Лода на Кэрри Дрорейнджер, Натс играет на Птасике, в свою очередь Аки у нас суппортируют на Вичдокторе, С4 медирует на Виндрэнджер, и Бульдог стоит на базе. Бульдог и Бульдожа, да, в своем реперторе. Не, Бульдог все нормально, вот один пенечек мы видим чекает здесь, кто подходит под руну, второй пенечек где-то тут разведывал движуху, то есть его там Куин оф Пейнт убило. То есть, в принципе, Бульдог знает, что делать, Бульдог не научить Бульдога играть на Нейчерс Профити, этого героя он знает очень хорошо. На этом герое он играет. Тоже очень хорошо, тут больше вопросов в исполнении команды. Понятное дело, что на Альянсов рассчитывали многие. Я перед стартом турнира постил подборку из всех букмекерских контор, там сделали такую выборку, как все букмекерские конторы дают котировки на победителя мажора, и объединили все котировки со всех контор, и Альянсы в этом общем рейтинге шли на шестом месте по шансам на победу. Ну да, и как оказалось, что действительно странная вера в Альянс, ну непонятная немножечко. Походу, шведская контора, то есть? Нет, я говорю, там были все конторы мира, и они объединили просто в один общий рейтинг. Фанаты верят, ну и букмекера же люди умные, я всегда, ну букмекера вообще самые умные люди в спорте, в киберспорте, неважно, они знают все. Букмекера всегда угадывают, кому дадут Оскара, букмекера все угадывают, абсолютно. Ну потому что работа у них такая, чтобы правильно оценивать какие-то шансы. Но тут Альянсов, да, мне тоже показалось, что немножечко переоценили, но в то же время шансы Virtus Pro были оценены на 10 место, а Vega на 11 место, а Альянс на 6 место. Норм. Ну, минески были 15-ми. Ну такое, да, то есть можно смело сказать, что скорее всего в этот раз букмекера будут удивлены тем, как хорошо играют наши ребята, мы в это надеемся, и пошел зомби вообще одевутворительный. Просто в соло. Теперь на нем 6 дикеев висит на этом зомбаке, он просто идет под трипле, когда ты попадаешь дважды дикеем, ну это, конечно, вы сами понимаете, 1000 хп, а 400 хп только что у Майнаца было, 370 хп у Draw Ranger, там просто с одного хила датла первого левла людей поубивать можно как бы. Быть поосторожнее. Минески сегодня уже удивили. Минески сегодня сумели оттяпать карту у ребят из ZDEC, и это уже интересно. Да, там был абсолютно глупейший какой-то матч под номером 2 от команды ZDEC Gaming, где, ну, мне до сих пор тяжело объяснить, что произошло. Я думаю, вы спокойно можете зайти на YouTube, посмотреть воды той встречи. Они уже есть, там у ZDEC было все хорошо, они выиграли 18 фрагов, ввели там 10 тысяч голды, а потом им снесли трон, то есть, и как-то очень глупо получилось. Но в любом случае, Минески показали, что они могут, так же, как и наши с Димой пимчики сегодняшнего игрового дня, NewBjank. Так что, болеем за интересный тот, в первую очередь. Верим в этих ребят, пока мы видим довольно-таки необычный лайнап, что вообще произошло. Произошло то, что Alliance сами захотели прийти в Харк к Хаскору с зомбарей, мы видим то, что у них довольно-таки хорошо это получается, то есть, пользуется уязвимостью, уязвимость в том, что нечем начать. То есть, мы видим, стоят у нас Минески, очень больно, кстати, Душа, Скар сейчас умреть может. Есть Грэйп, ну и там, все, 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 все. Ой, 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 Лода бежала, и еще убить хочет, что он творит? Боже мой, что делает Лода? Что делает Лода? Что это было? А зачем он разбивал Тамбул? Зачем они вообще бежали так далеко? То есть, я вот только начал их хвалить, и они тут же начали сливаться. То есть, с чем была мораль? В том, что если ты просто стоишь аккуратненько, добиваешь крипов, то у тебя все более-менее хорошо, потому что враг начать не может, а если он бежит на тебя, крипы агрятся, или не пушится, и Тракса под тавером всех крипов добивает, потому что крипсат у них ровный. Но если в 2015 году люди будут хотеть нападать на зомби его тамбу, то вы сами видите, что происходит, он просто ван их зла. Это какая-то жуткая, конечно, ошибка от Альянс. Да, постарались цепануть Хускара, да, прогнали его, избили, до одного хп довели, убили Грейп, ну развернитесь. Ну не убили, ну окей, убьете потом, зачем? Куда же вы спешите-то? Ну, да ладно. Бывает, бывает и такое. В любом случае, 2.0 2.0 Минески начинает очень качественно, очень активно, ну и посмотрим, что будет дальше. Пока мы видим то, что, в принципе, на всех линиях у них все прекрасно, то есть в миде Queen of Pain стоит, ну так более-менее с Windranger, учитывая то, что у нее есть Ауратраксы, то в целом крипсат хороший, ну так как у нее солидный перевес. Сверху, в свою же очередь, Слардар очень хорошо отстаял против Хориона, потому что казалось бы, он у Хориона должен делать его. У него есть два пинга, или даже три, которых он вызывает постоянно. При этом его поддерживает Тракса, и даже несмотря на это, товарищ Райер, он имеет очень хороший крипсат. Ну, Райер вообще топовый пацан, мы его еще помним по выступлениям за команду Рейв на ДАС, когда он играл с филиппинцами в другой филиппинской команде, там шестое место они заняли, напомним, как бы на даке, очень хороший был там результат, так что товарищ довольно опытный, играть умеет, но мы видим, что действительно Бульдог 23 на 4, против 23 на 2, как-то вот Бульдог, ну, пока импакта не носит, то есть линию он не выиграл. Ну, да. И очень скоро начнется веселье, потому что Слардар вот уже нападает на Бульдога, начинает его пинать, нету баш, и Бульдог думает, что ему улетать, но Слардар решил, что лучше не надо. Next time, next time. Три краш, в два спринт, баш пока не качал, основная цель, наверное, получить побыстрее 6-й левел, начинать как-то ездить по карте, может быть, какой-то быстрый блинк выехать, что-то такое, ну, всякий-то неплохой такой план, в принципе. Снизу, Влада убегает, кассочки хорошо атаки, но Аки фактически подставляет, здесь и должен отправиться в таверну, увидим Ку-Ку, Грейв дает, минус Аки. Ну, была неплохая попытка, конечно, забрать Хускара, причем они это сделали почти вдвоем и выиграли какое-то время, так что в целом, ну, все еще терпимо. Ну, не знаю, терпимо или нет, куда Майнад сошел, я не понимаю, куда-то побежал в мид, передумал, вернулся, сейчас опять побежал. А его давно уже не было снизу, он где-то путешествует. Да, гуляет. А пришел так, забрал Икспу и говорит, Лода Ку-Ку, Лода Ку-Ку и уходит от него. Просто Тускар путешественник, все у него хорошо. Да, потому что непонятно, какую линию он может загангать, то есть в миде Ку-Ку взять очень тяжело, потому что в любой непонятной ситуации ты жмешь блинкаут и выживаешь. Ну, а сверху мы видим то, что Слардар, но с Фуреном там особо каши не сваришь, потому что Слардар плотноват, а Фурен не может там дать жесткий бурст. Ну да, тем более, пока там нет левела, пока нет никакого сайлента, пока ничего. Это проблема на топ руне. Встреча с Аки. Райер заезжает, будет стан по Аке. Пол ХП просто Аки отрывает, ну и тут Рейджинг ПТ тут зарабатывает фраг, С4, осторожно на бейте С4. Ай, тут что, Фурен залетал, но до конца не залетел. АПА, кстати, наглым образом действует, все-таки есть Хейст и может понаглеть, есть Блинк и... Никто тут не заберет. 4-0! 4-0, филиппинцы начинают очень круто. И Айлайнсу нужно срочно что-то придумать, потому что дальше так продолжаться не может, то есть Хаскар у нас снизу получает вот-вот он получит 6 уровень, и когда он получает 6 уровень, то Тракса вообще против него не герой. Если так получится как-то... Не знаю, в любой ситуации, если Хаскар прыгает в лоду, то Лода погибает за одну секунду. Ну и ему ничего не поможет, ему не поможет ни Вичдоктор с какими-то там я не знаю, хилами. Ну, нет, Хаскар может, конечно, подсейвить, но опять-таки ненадолго. Ну, единственное, да, и поэтому Лода решила нас убежать снизу и аккуратненько пришел наверно. Шекл, С4, отлично! На поджоулзо, Джоулз подвязывается, Фурион залетает, тут же погибает от Ку-Ку. Правда, раз в момент произошел, должен еще умереть, наверное, Джоулз, да, но это первая толковая вылазка от команды С4, если бы на Бульдога не разменяли, было бы вообще очень круто, а так 2 в 1, вот началась, начался экшен. Да, хорошее подключение от Бульдога, который начинает реализовывать своего Фуриона, и вот что очень хорошо, Лайнс знают, когда начинают вести всю эту движуху, где-то приблизительно там, с 5-6 уровня, когда герои уже подкачали, за них ты получаешь довольно-таки много голды и экспы, и вот сейчас мы видим то, что этого Хускар еще раз так можно убить. Эрочка связывает. Ну да, пока нет, да, но вот есть Даззл, уже не так легко это сделать, хотя сюда еще может подтянуться. Сверху, нападение на Лоду, Лода 5 уровень, Лода погибнет. Мы видим, даже Хускар не нужен. Ну, Слардар жесткий против нее, она не может против него стоять, она 5 уровня, и у нее очень мало артефактов, в то время как мы видим Райер, он имеет уже почти Блинкдайгер. Блин, но как только появится Блинкдаггер, и там еще Хускар, я вообще не знаю, что делать, это Дроу Рейнджер, это мне напоминает игру Virtus.pro Secret на Интернешнале, где был на Луне бедный Артизи, где его там просто избивали как хотели. Здесь, кстати, будет похоже что-то такое. Ну, пока ситуация в один в один, то есть Майнац, он как у Рокки убежал по своим делам, и Тракса вынужден танковать. Ну и действительно это проблема, и а что делать? Ну вот мы видим то, что Лоду уже нашел, решение просто пойти пофармить свой лес, раз уж на линии. Это прелестно. Дроу Рейнджер левел 5, идет фармить свой лес на девятой минуте, с тремя рейсбендами мы понимаем, что это жуткий провал команды Альянс, они просто полностью отдали две линии. Да, можно сказать даже три, то есть Клопа мы видим на миде тоже стоит и аккуратненько фармит, то есть три линии они отдали своим врагам, и пока все просто идеально для Минески. Ну ничего себе, ну филиппинцы конечно должны быть рады. Много кто недооценивал Минески, тем более после их результата на Наньянге, они приехали на Наньянг, тоже один из первых ланов в истории этой команды, не один из первых, но первый международный, там проиграли три игры, одну сыграли в ничью, не вышли из группы и все там немножко даже посмеялись над Минески, но не стоит забывать, что Минески выиграли азиатские квалификации, это команда, которая переигрывает Фнатика у себя в регионе то есть это в принципе неплохая команда которая умеет играть в доту и ну надо, надо к ним готовиться не надо на них просто махать рукой и так далее, цдеки уже не почувствовали это на себе это команда, которая дралась по-моему с азиатские квалификации которые у нас уже в гранд-финале вышли с первого места карту выиграли азиатские квалификации и на том же Наньянге Минески давали очень эпичный замес и почти против любой топовой команды, поэтому этим ребятам сил не занимать они могут побороться да, опыта набирается, понятное дело да, это сейчас не команда, которая претендует на выход в топ-8 какой-то да, но это команда, которая реально может навалять, то есть это команда которая может удивить, так как рейв это сделали на даке и я не буду там супер удивлен это не будет даже супер мега сенсацией если они реально сейчас возьмут и выиграют альянс, ну выиграли да и выиграли команды там в принципе равны, то что там многие до сих пор про альянс говорят там да, прошлым числом так же как там да, про нави например и так далее их былыми заслугами, ну окей даже есть Минески, которых былых заслуг тоже в принципе хватает, поэтому топим за них да, мы всегда топим за команду которая слабее, но так интереснее да, чтобы было больше игр чтобы была сенсация, была трамма да, 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 просто ну вот Твичитс, Дек, Сикрет ЕГЭ, Виртусто достало вот хочется Минески каких-то в топе Нюбиянг, вот что-то такое Аноун тут команда Аноун, да, из Перу, вот хочется что в плей-оффе эти команды порубились там парень классный, он когда стоит на миде просто выкладывает айтемы и добивает я знаю, этот, он еще берет СФ а таунт постоянно им прожимает и ульт нажимает, отменяет, нажимает, отменяет просто нон-стоп, Фурион, почти залетел вниз сюда на Ку-Ку и влетает на Натса, Натс прячется ну далеко что не спрячется, есть ТП Ку-Ку, обкатывается в него Ку-Ку, есть Грейн, Натс погибает вот здесь, ну, СФОР лучше не подставляться потому что будет еще хил есть армлет, ну вот ну, и это был Туск, у которого есть сейвы вот еще тракция была, у которой нет сейвы а где она? ее, как ни страны, ее нет старается убежать Аки, преследует его Райер в итоге подходит сюда еще Адмирал Бульдог но чем ты поможешь Фурионам? а может что умереть может он, кстати да, чем же ты поможешь Фуриону в своей траксе? он просто умрет, ладно, есть ТП ну ладно, на ТП развели еще Адмирал Бульдоген, все, Адмирал Бульдоген сейчас будут закапывать прямо сейчас нереальное преимущество, как бы смешно не звучало но казалось, ну, как бы 12 минуты и у тебя уже 2000 голды перевес и 2000 экспы и самое страшное, что герои охотятся герои убивают Страдар уже у нас имеет Блинк Даггер а вот сейчас начнется просто веселуха ну что с этим Блинком, в принципе все кроме ВРки это трупы моментально причем и самое смешное, что там помимо Страдара еще Клопа, у которой 4800 и очень скоро будет Торчиц который он тоже любого смывает и Хускар, который имеет Армлетик в принципе поднялся по Нотворусу третий он сверху и как мы видим вообще не обламывается тамиди заданали Тауэр у Рейджинг Потейто ну ничего, Картоха не переживает действительно, есть уже первый Обливинг Став а понемножку начнет уже варить себе второй и выходить в Ворхит ну а тут Нотавр маякует филиппинцы будут пытаться забрать Т1 на нижней линии и кстати заберут его да, не будут откладывать свои дела в долгий ящет попробуют они пропушить противника но вот здесь есть одно но у Алайнс слишком много ДПС то есть здесь мы видим и виндренджер с фокус фаером плюс у нее еще есть ДД в банке параллельно пеньки фуриона наносят невероятный дэмэж там допустим 5 пеньков это в сумме где-то там 150 урона ну почти там 140 и Ауратраксы, которая так же солидно бафает всю свою команду и поэтому сейчас алики выиграют размен то есть мы видим то, что уже ВВ-шка стянула Сладара на мид, при этом снизу Тауэр забирается ну просто такими черепашьими шагами, а в это время сверху Алайнс удачно справились Ну это логично, действительно все-таки дэмэджа у них с руки хватает было бы там еще рядом ВР-ка было бы намного это все быстрее ну и надежда тут в первую очередь на Густава конечно на виндренджер потому что ну ВР-очка если вынесет здесь хорошие артефакты под аурайдровки в принципе наваливать будет очень серьезно там когда начнут появляться какие-то криты потом ну это просто какой-то будет супер дэмэдж тэвин рейнджер ну почему они взяли визажа я вот не помню в разу был визаж там вместо тускара здесь визаж бы вообще на ураз зашел ну хотя да там тускар в самом начале был пик ну так что не они вообще его ласпиком взяли траксу может быть они сами для себя не ожидали что о какой хороший герой есть и ну да это не ВП который в принципе очень часто играет с траксой и мы об этом знаем ну ВП очень часто играет с визажем то есть я не знаю сколько игр мы не смотрели но визаж почти большую часть игр выигрывал ну потому что это нереальный лил он очень крут на этом герое мы про это говорили еще на интернешнл и а то что надо у ИБРка нашила нашила джулса очень неприятно тут же иллюзии сбегают пеньки есть шекл по двум иллюзиям залетают шарды куку остается один брошпите так нельзя оставлять этого героя армлетик бы включить он вообще им не пользуется а то полезная вещичка ну уже один сегодня напользовался армлетом помнишь да я помню там был один next level рошана забрали фактически что делает фурион ну и погибает здесь интересный мув нет неинтересный интересный? вообще неинтересный вот от этого да по моему это не может быть филипинским зрителям это интересный мув но как то интересным его вообще язык не помню ну что это происходит ну блин ладно да да ставится впечатление что Альянсы в каком-то супер разваленном состоянии сейчас их просто два раза смесли с карты и хоумы и здесь при том что мы обсуждали Альянса вот мы в частности с Артуром делали превью группы и рассказывал Артур про Альянс что с Redjects очень много тренировались с Alliance то очень-очень много готовились Альянса к этому мейджору что очень много тренировок что практически целыми днями не играет что у них очень много заготовок и они будут удивлять но такое ощущение что пока не удивляют такое ощущение что все их заготовки вот эта вот самая жесткая самая мави была наказана и после этого они поняли ё-моё и всё пропали у них все их заготовки то есть ничего не осталось две недели готовились и всё и больше такое бывает такое бывало там допустим из команды Navi как ты приезжаешь на LAN и на этом LANе ты понимаешь что тупо всё что ты вот наигрывал это старый верх и нужно учиться чему-то новому и ты начинаешь что-то по ходу игры придумывать и иногда работало обычно работало это да турнирная мета меняется по ходу турнира постоянно мы за этим следим и действительно надо как-то уметь держаться в одном русле мы тут видели уже и суппорт да брат Румов с Найстал со Свардарами которые выигрывают игру за 25 минут даже самые удивительные ну и суппорт бэтрайдера у нас летали суппорт без мастер в общем миссь у нас стремится Действительно, целая история. Целых 108 героев есть, действительно, снизу. С4 есть. С4, братан, сориан. Ну вот и С4 убивает. 11-2. Минески просто разносят. Альянс. И преимущество по деньгам на данный момент небольшое, но по XP уже 5000. Шведы, соберитесь! Ну потому что то, что происходит... Где Лода? Где Лода? Ага, Лода Копер Доминатор. Что-что? Где Иван? Хочется видеть такое. Иван, я очень рад, что вчера на вечернем голосовании, мы вчера вечером определялись, уже после конца всех эфиров, определялись, какие матчи, какой группы будут на главном стриме, а какие будут на втором стриме. И Иван очень голосовал за Альянс. Он хотел анализировать Альянс своих любимых, смотреть. Я очень рад, что большинством голосом было принято решение встречать группу С. Потому что Ваня, бедный, был бы сейчас, наверное, в шоке от этой игры. Хорошо, что он не видит, мы его защитили. Да, хорошо, что Ваня это не смотрит, но что это... это печально. Пока, да, то есть у Альянс нет каких-то таких жестких идей, как мы можем выиграть. То есть мы видим, что... Есть Дроранжер. Нет, но есть Дроранжер, да, непонятно, ну какова ее цель, кроме того, как давать Ауру Пурену, которая сплитпушит всю карту. Но на этом ее полезные функции заканчиваются. То есть если будет какой-то замес, который, не дай бог, начнется, то как она будет выживать, вообще непонятно. Тут прыгает и Хускар в нее, и Слордар рвает из БНК. Тут пытались убить Слордара через все, в лесу, да. Не убили. А, пошел Хускар, передумал. Нет, все-таки пошел. Опять передумал. Ура, на 3000! Вау. Курьер тьмы. А что там было? А, Аганим. Ой-ой-ой, это был Аганим и спор готовый. А где он умер? А, вот здесь. Все, я понял. Он, видимо, кому-то еще что-то хотел забрать. Ну, бывает. 11-2, Курьера нет, Аганима 3 минуты нет. Ну, поехали. Слордар, хайграунд, стан по лоде. Подхитил, уехал. Шейкл. Потейту ловит его спиной. Гордо принимает. Пошел Имер Виталити. Пошел Райер на хайграунд. Вообще никого не боится. Слордар, у него есть порстант на крайняк. Единственное, кому-то бы помочь бить базу. Хускар имеет довольно-таки маленькие рейндж атаки. Вот это Квапа бегает. Ой-ой-ой-ой, как вырывается. Не забрал. Но с другой стороны Квапа ворвалась на Бульдога. Бульдога забрали. Бульдог снизу умер. Я тем временем наблюдаю то, что тут происходит на хайграунде. Бульдогу надо будет делать байбэк скорее всего. Мы видим то, что Куку пошел бить Т3. С4. Сломали ему спину. Полетели каски. Не забываем, что тут еще Аегис имеется у Куку. Так, врыв. Стан. Есть Шейкл. Есть Грейб. Он и так сможет жить, но Грейб все равно есть. Пытается дэмэдж в лоду. В лоду прыгает. Лода. Спрятали лоду. Куку. Просто по С4. И сбивает. Куку валовый панч. И не теряет Аегис только сейчас. А добивает лоду. Лода байбэк. Добивает Аки. Аки без байбэка. Закрывает вдвоем Куку. Куку говорит, окей, бейте меня, ребята. Бейте меня. Бейте меня все вместе. Слардар по двоим. Ой-ой-ой, тут же Квапа. Минус С4. С4 без байбэка. Натра сталкивает. Девятнадцатая минута. Альянс уничтожает команду. Альянс уничтожает по Т4 собственным. Минески. Минески. Да, да, давайте. Боже, боже. Тут Слардар. Стан по двоим. Майнац. Башик. Майнац. Погибает. Пытается уйти лода после байбэка. Крикнули лода. Погибает. 47 секунд таверни лода. Фурион пытается крыть райора. Но тут моментально райор погрязает дерево. Просто апаут делает. Падает мидлейнс. 20 минут игры прошло. Минески снесли мид альянсом. Скажите мне об этом две недели назад. Я бы сказал бы ха-ха-ха. Вау. Вау. Все было сделано четко. Я даже не знаю, что сказать. Нереальное преимущество. Альянс просто раздеты. В прямом смысле слова. Вообще у них никаких артефактов нет. Ничего там. Максимум какой-то ПТ шарику Виндрейнджер. У Фуриона мы видим Орчиц, которым он умирает за прокаст квапы. И в драке им просто делать нечего. 0-5-0. 0-5-0 дроу рейнджер. 0-5-0. 0-5-0, да. Вот тоже интересный момент. То есть лода идет на рекорд. На легкий рекорд. Ну мы помним, что Илюша 0-11 играл. Пока занял уверенную позицию, да. Но он все еще близок. Илюшу обогнать будет очень тяжело. Не, ну лода может постараться, честно. Может постараться. Если хорошенько так напрячься, то лода в принципе может. Ну, но вот пока мы видим, что могут альянс. Как мы видим, нюков почти нет. Единственный нюк такой жесткий, это пауэршот VR. Да. Весь дэмэш, который вы вписываете, он идет с руки. И все это идеально контрится. Плюс армором от Даззла, медалькой от Даззла и Грейвом. Который потом Хускара захиливает. То есть... Каким-то... О, боже. О, боже. О, боже. О, боже. Неплохо, неплохо. Так вот, единственный шанс каким-то образом для Альянс выиграть драку, это убить Даззла. Все, если они Даззла не убивают, я не знаю. Там просто вешается один грейв, и Хускар убивает всю команду за время этого грева. Ну то есть... Ну вот смотри, шанс Альянса, шанс Альянса. В спину, в спину. Ой, еще и Владимир. Слушай, они вообще-то не будут бить, там плюс миллион армора. Не, но они сейчас могут поймать зомби и убить его. Не такое зомби. Они могут поймать зомби, зомби, они бьют зомби. И связали его, и убили зомби. Смотри, Деззвар поставили, убили. Слардар прыгивает, уезжает отсюда. Ультфуриона прошел по нему. Будут срезать здесь Минески. Аки что-то хочет. Аки... Слесит? Ой-ой-ой, почти. О, отменил тп, отменил тп. Смотрю два Сайленса. Он пытается убить Рейджит Потейто. И пришел Хускар. Рейджит Потейто прыгает. Получает грейм. Получает хил. Минус раз. Хускар у него умрет. Хускар должен погибать. Фокусим его. Там Кераса, там Армлет. Нет, Хускар. Да, погибать. Четвером. Один против четырех сражается. Один против четырех прыгает. На кэри Дроврэнджер. Дроврэнджер умирает за три секунды. А Лайн Лода... Боже мой. С4 старается его пробить. Но ничего не получается. Также забирает Аки. Выкупается Бульдог. И добивает. Ничего себе. Добивает от кого-то. Остается Манас, который также погибает. И это полный развал. От Минески. С4. Убили Квапу. Все нормально. Смотри. Ку-ку. Ку-ку. Хорошо. Хорошо. Нет, нехорошо. Нехорошо. Бежать. Боже мой. Я не могу на это смотреть. Я не смотрю туда. Что он с ними творит? Вы просто посмотрите. Как же Ку-ку разваливает. Это просто жуть. Просто как в папочке. Куда мы попали, ребят? Чувак, это реально... Ну это просто неприятно. Но это реально неприятно. Когда стоит чувак, и его пятеро пытаются смесить. Его связывают. Ультимейт. ВРка с Аганимом. Все дела. Ну вообще пофиг. Вот просто плевать. Ему реально плевать. Происходящее. Да. Это какая-то просто дикая фантастика. Ну я не знаю. Я не знаю, чем дальше это все закончится. Но пока... Пока мы видим... Нет. Но пока мы видим, хорошая попытка была. То есть они убили одного... Двух убили. Они убили зомби. Зомби убили хорошо. Это суппорт, ребята. Это суппорт. Это не Хускар с 14-тысячный творца. А потом они увидели Хускары. Они были в такой хорошей позиции. Можно было убежать вверх, вниз, направо, налево. Он стоял тупо по центру и никого не трогал. И вместо того, чтобы убежать, они ему начали пинать всей командой. Это было самое гениальное решение от Alliance. Да. Да? Это... Я не знаю, что добавить. Понимаешь? Просто... Ну это действительно... Ты правильно сказал во время драки. Я не могу туда смотреть. Вот тут же самое. Это просто реально детям глаза надо закрывать. Ивану тоже... Да. Ивану вообще не так показывает. Продолжать надеяться на это. Если что ты спрашиваешь, то мы Alliance уверенно сражались. То есть... Да. Мы с Альянс дрались как львы просто. Львы. Особенно Лото. Он Асид заработал на секундочку. У него теперь 0.61. Ну-ка. Хорошо. Ну не попал. Очень хорошо. Попал Свардар. Сайленс потратили на АС Вор и уходит отсюда Густав. Так что в принципе сразу бить не смогли. Чё у нас здесь? Ждут Рошана. Не хотят рисковать. Молодцы тоже кто с этим играет. Ой-ой-ой. Видел это? Катапульта. Ничего себе. Неплохо. Ты понял? Я просто вижу, что Катапульта когда-то была такая стратегия с Ченом. Ты уберешь ты Катапульты и идешь пушить базу. Это реально круто. Четыре можно взять. Четыре можно взять. Четыре можно взять. А с Доминатором пять. Боже мой. Слушай, пять Катапульта. Ты же понимаешь какой-то лютый демок? Ясса, да. Там Квапа прыгнула на людей. Пытается их убивать в соло. Но Квапа еще не настолько сильна. Ошиблась. А вот пришел Слардар. Слардар пытается убить, а спор не получается. Квапу до сих пор не убили. Квапа выживает. Убили Слардара. Но без Хускара дело не будет. То есть это надо понимать. Белески. Более-менее. Для Alliance это вообще лучшее из того, что могло произойти. Слушай, ну просто зачем? Вопрос зачем? Боже, он купил еще Talisman of Evasion. Да. Но теперь его точно не пробить. Его вообще не пробить. По-моему они его пятеро просто не убьют. Хотелось бы сказать, что сейчас Тракса купит МКБ и все будет замечательно. Но ребят, давайте посмотрим. У Тракса 900 голды. У Тракса 900 голды она вторая снизу. То есть ты видишь? Я Вич Доктор скоро вкрунет со своей командой. То есть вот такая игра у Лоды. Уникальная игра. Слушай, мне реально жалко Лоду. Это просто какая-то жуть. И я... Как играть? Вот как играть в такой ситуации? Форстав надо собирать, как Эллидан. Да, да. Он уже в принципе свык со своей мыслью, что Гот и он типа и мид позицию забрал, и как керри на него играет довольно-таки часто. Все, просто собираешь Форстав и Владмирс. И выживаешь, да. И выживаешь. Принимаешь, байкишь, байкишь. Впитываешь, впитываешь. Каждую драку начинаешь с фрази типа I am керри, guys. И они на тебя все врываются. Ну, Лода пытается что-то нафармить. Ну вот Эллидан жестче. Эллидан жестче лоды, точно. Эллидан жестче лоды, бесспорно. Потому что он собирает Форстав в таких ситуациях. Нет, Лоди по скилу Эллидан точно не уступает. Да, то есть он понимает, что дамага тут не надо. Тут надо просто выжить, убежать, и чтобы ты хотя бы ауру свою бафал. То есть вот эти доминаторы, бабочки, и все, что там можно купить, это не важно. Все равно хускар тебя убью за четыре удара. За две секунды, ну то есть вообще никак. Что бы ты там не купил, да? Да. Не, ну в принципе, ну и не поспоришь же, понимаешь, с этим утверждением. Вообще не поспоришь. Ну... Акишане собрались наконец-то, пока мы тут на всяких хороших вещах поговорили. Есть все. Да, мы ждем момента захода Минайски на хайграунд, просто как это будет выглядеть. Смотри, сейчас вот сюда заходит Хускар, бьет тавер. Кто-то на него агрится, прыгает Слардар, дает стан, и на этом все заканчивается. Вот смотри, зашел Хускар, Слардар прыгает, дает стан, и на этом все заканчивается. Ну, элементарно и просто все. Аки отогнали. Сейчас они его будут бить, подожди. Нет? Кого бить? Нет, бить не хотят, да. Слардар, дальше стан. Там бульдог спидпушит, может все получится, подожди. Аккуратно, аккуратно. Ну, может быть, нет, бульдог сюда прилетел, надоело ему драться, тут стоит тамба, ашейкл, прыгает квапа, ультимейт по С4, С4 погибает, байбэк тут же, вырывает Хускар, адмиралу бульдога сломал, Аки сломал, лода пытается драться, Куку уже гадлайк, Куку продолжает бить, у него просто-напросто фулл хп, С4 здесь, сейчас будет ультимейт через 2 секунды у Хускара, Иннер Виталити на себя, трое в таверне, С-потерь для Минески, Гигабайт, Тота, Филиппины, привет, я хочу послушать филиппинских комментаторов в данный момент, вы их можете найти на Минески ТВ, я бы вам очень рекомендовал их включать, потому что там ребята, наверное, исходят с ума. Я, кстати, с одним из этих товарищей, который вот эти все хайлайты делает, общался вживую, оказывается, те хайлайты, которые там общедоступны, это еще фигня, у них там есть нарезки с первой Доты, вот там рвань было, там с первой Интернешнл, там еще в перемешке с самими игроками, которые также усиливают. Да, да, на столы залазят, там кричат, там происходит, ой, ты посмотри, там витра у Квапы, прям издевается. Ну что же, ребят, что... Ну, ГГ, ВП, все, что можно сказать, то есть было хорошего... Были хорошие 28 минут шведского порна, то есть мы видели в исполнении Минески, но с этим пора заканчивать, потому что вот мы типа постараемся побить Хускара, но ему так кисло на все, что происходит, бегут просто люди от него. Слушай, его фонтан сейчас не убьет, не? Нет, он поет убьет, он всех убьет на фонтане. Давай, 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 давай. Его фонтан просто не убьет. Вот, вот, вот. Ну же, хорошо. И он может стоять дистанчить полчаса просто. Квапа стилер не дала сделать. Это идеальная концовка игры. Минески и Альянс, ребят, чтобы вы понимали. Мейджор. 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 Мейджор, господа. Мейджор. 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 Альянс.